Пустые коридоры, кабинеты и рабочие кресла. И это в трудовые будни. С понедельника в Северном Казахстане на отдаленный режим работы перешли государственные служащие. Консультативную и другую помощь населению они оказывают в цифровом формате. Сегодня 80% госуслуг доступны на портале электронного правительства. Чтобы не выходить из дома и обезопасить себя, специалисты рекомендуют использовать именно этот вариант. Подробности у Абая Альжанова. Свадьба, кольца, клятва в любви и верности. Режим чрезвычайного положения не остановил Ивана и Татьяну прийти в ЗАГС и связать себя узами брака. К этому волнительному моменту молодожены готовились заранее и основательно. Заказали ресторан, пригласили родных, близких и друзей. Все эти планы, конечно же, пришлось отложить. Бракосочетание все же провели, правда тихо и скромно. Но пара не расстраивается. Мы уже 8 лет встречаемся. Учились вместе в одном университете. Она училась на курс младше меня и это было в 2011 году. То есть мы уже давно встречались, просто решили вот сейчас, наконец, расписаться. Даже вот коронавирус нас не смутил, все равно мы расписались. Мы поняли, что свадьбу придется отложить. Но расписаться мы все равно решили, потому что уже сроки были назначены. Тем не менее, специалисты рекомендуют гражданам пользоваться госуслугами только в электронном формате. Они считают, так и удобнее и, самое главное, сейчас безопаснее. 16 марта госслужащие страны перешли на удаленный режим работы. А с четверга все центры обслуживания населения страны принимают посетителей только до 17.00. Отмечу, сегодня 80% госуслуг доступны на портале egov.kz и телеграм-боте. Государственным служащим, работающим дистанционно, следует находиться по месту проживания и не покидать свои города и населенные пункты. Предлагаемые меры позволят обеспечить бесперебойный режим работы государственных органов и минимизировать риски распространения вируса. Призываю всех руководителей государственных органов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и принять действенные меры. Правовую помощь и консультацию с североказахстанцем сотрудники департамента юстиции тоже сейчас предоставляют в цифровом формате. На удаленный режим уже перешли 60% специалистов ведомства. Приемы они ведут онлайн, через мессенджер WhatsApp, по горячей линии и в соцсетях. А еще получают письма с обращениями на электронную почту. К примеру, в день обслуживают по 25-30 человек. В настоящее время департамент юстиции перешел на работу в дистанционный режим. Где-то около 40 сотрудников в настоящее время работают в департаменте. Остальные сотрудники работают дома. По поручению президента страны Касымжумар Татокаева на дистанционный режим работы должны перейти до 70% госслужащих. В северном Казахстане их больше 4400 человек. Все они постепенно переходят на удаленный формат труда. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.